И если вы не своевременно предоставили декларацию впервые, то предусмотрено предупреждение. Если в течение года повторно не своевременно предоставляете декларацию, то это уже штраф в размере 15 МРП или 51 750 тенге. Ну а мы тем временем, дорогие друзья, продолжаем. Говорим сегодня о всеобщем декларировании. И я хотел бы с удовольствием представить вам сегодня наших гостей, которые уже у нас находятся в студии. Итак, я представляю директора департамента комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан Нуржана Куандыкова. Нуржан, добрый вечер. Добрый вечер. А также Асем Амеркенову, налогового консультанта. Асем, здравствуйте, добрый вечер. Ну вот, возвращаясь к этой самой теме, то, о чем мы говорим, о том, что действительно это у нас уже третья волна декларирования, которая наступает с 1 января. Давайте попытаемся еще раз разобраться, а самое главное, попытаемся ответить на вопрос скептиков, которые говорят, вот, постоянно государство продолжает закручивать гайки, для чего это нужно. Не очередная ли это попытка залезть к нам в карман, да? Ну, Жан, вот все-таки с чем это связано, что это даст самое главное глобально нашей стране, нашей экономике? Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, я. Хороший вопрос. Вообще цель всеобщего декларирования заключается в сокращении масштабов теневой экономики, борьбе к коррупции, создании справедливой системы справедливого налогового обложения, в котором, как бы, все граждане должны отчитываться, уплачивать налоги со всех своих доходов одинаково. Вы правильно сказали, что с нового года запускается третий этап всеобщего декларирования. До этого пройдены уже два этапа. В первом этапе были госслужащие, представили декларацию, во втором этапе представили декларацию работники Квазигостектора, а также работники бюджетных сфер и их всех супруги. Там в рамках этих двух этапов представлено порядка 2,6 миллиона деклараций, в четвертом этапе мы ожидаем порядка 4 миллиона деклараций. В четвертом этапе будет представлять декларацию бизнесмены, будет представлять именно личную декларацию. Ранее вы тоже сказали, что независимо от дохода или еще что-либо, да, это на самом деле именно личная декларация. И бизнесмены это у нас индивидуальные предприниматели, учредители, руководители, участники юридических лиц. Также хочу здесь сказать, что иностранные лица, которые являются учредителями, либо участниками, либо руководителями в казахских компаниях, они также должны сдать декларацию и их супруги. И еще один момент. У нас имеются такие индивидуальные предприниматели, которые прекрасно навели свою деятельность. Возможно, они, ну, даже есть такие юрлицы, как бы, бездействующие. По этим гражданам, которые являются индивидуальным предпринимателем, либо руководителями, учредителями в этих компаниях, они также должны представить декларацию и их супруги. Асим, ну, вот, говоря уже налоговым языком, да, мы еще раз понимаем, что это такое логическое продолжение одной цепи. Если не ошибаюсь, еще в 2017 году планировалось начать это декларирование всеобщее. Зачем его перенесли на 2020 год, в итоге все-таки взялись, да. Если я не ошибаюсь, 2025 года уже повально все население нашей страны должно пройти вот это всеобщее декларирование, да. С налоговой точки зрения, существует сегодня анализ, что это должно дать, какие дополнительные поступления в бюджет в виде налогов должно принести нашей стране. Насколько в налоговом плане это должно оздоровить нашу экономику? Ну, в целом, я думаю, такая аналитическая, как бы, информация имеется. Я и не обладаю. Но, конечно, целью всеобщего декларирования, как сказали только что, это дополнительное поступление в бюджет, да. Прозрачность доходов и имущества. И это, естественно, обеспечит поступление в бюджет. И будет, ну, я думаю, есть резон, почему это все переносилось. Это связано было все-таки с определенными, так сказать... Либеральными процессами, я помню, да, Нуржан говорил о том, что у нас мораторий на проверки, этих не трогать, малые предприятия не трогать. Может быть, где-то здесь причинно-следственная связь? Нет, конечно, смотрите. Это вообще большой шаг, большой шаг государства. Это широкомасштабная работа, да, вот, то, что привлекать будет все население. И одномоментно сказать, чтобы все, там, 13 миллионов человек сдали декларацию. Это, конечно, неправильно. Почему мы такие шаги продумали, да? Первый этап, это чиновники, ну, государства служащие. Это самый дисциплинированный, как бы, контингент граждан, которые уже привыкли сдавать декларацию, уже ежегодно представляют декларацию, как бы, от одной формы переходя на другую форму, как бы, это привычное явление. Нуржан, ну, знаете, здесь многие могут сказать, допустим, когда мы говорим про госслужащих, представителей, там, квази-госсектора, ну, понятно, здесь коррупционная составляющая, контроль нашего происхождения, капитала и так далее. А простой человек или, там, завтра какая-нибудь бабушка или работяга скажет, ну, вот, ну, а с меня-то что, зачем ему еще проверять весть и смотреть транспарент на мой карман? Ну, не совсем правильно говорить, а смотреть карман, да? Что такое декларация, да? Это когда вы заявляете, что у вас есть на дату входа. 250-я форма, она сдается всего один раз в жизни, то есть при входной декларации. Вы говорите, что когда я вошел в систему декларирования, у меня есть такие-то, такие-то ценности, такие-то активы, и все, дальнейшем уже ежегодно будете представлять 270-ю форму. 270-й форме, если, например, как вы сказали, лицо, которое получает только пенсию или работает только на какую-то организацию и получает зарплату только, этим гражданам уже эти доходы отражать не нужно. Отражать будут доходы только те, кто самостоятельно получает доходы, то есть отзачи имущества в аренду, может быть, что-то продал, такие только доходы будут отражаться. А те, кто получает доходы от работодателя, либо только единственный источник дохода, который уже удерживает подоход налог, либо пенсионер, который вообще не будет поплачивать, такие доходы не нужно отражать в декларации. Асим, вот говорят, заполнять вот эту 250-ю форму нужно аккуратно и очень внимательно, заполнение и какие-либо ошибки чреваты там последствиями и так далее. Можете более подробно объяснить или успокоить? Почему действительно вот эта вот декларация 250-я форма настолько важна и нужно ее аккуратно заполнять? Ну, на самом деле есть там, возникает иногда определенные сложности, но в целом есть возможность протаскивать дополнительную отчетность, в срок посещения и срок искалой давности, то есть можно будет дополнить, если где-то ошибились, она в принципе все строки корректируется, кроме срока дебиторской и кредиторской задолженности. То есть в статье 211 указано, что именно дебиторская и кредиторская задолженность не редактируется, если у нас не подтверждена нотариально-сосвидетельственная договора. То есть это нужно иметь в виду. Остальное, то, что касается наличных денег, имущества, если мы что-то упустили, то здесь я не вижу переживаний. Еще хотел бы дополнить, по тем имуществам, которые регистрируют, проходят госрегистрацию, в принципе по ним мы и так сведения получаем. Как бы здесь тоже ошибок не может быть. Только единственное, если вы допустили ошибку, вот как Асям сказал, без проблем можете сдать доп. декларацию и исправить ту ошибку. Ну, Жанна, а вот сама по себе форма подачи, мы сегодня говорим, у нас максимально там оцифрован весь документ, обороты, все эти процедуры, госуслуг. Насколько это легко, насколько действительно можно это в цифровом варианте сдавать, там не выходя из дома? Конечно. На сегодняшний день уже реализовано, да, вот есть алхазамат. Через это мобильное приложение, в принципе, можете скачать его на телефон, издать декларацию 250-ю, 270-ю. Помимо этого, вы можете воспользоваться кабинетом налогоплательщика. То есть, почему мы об этом сейчас упоминаем, потому что для большинства бизнесменов он привычней. Потом также можете воспользоваться сервисом ЕГОВ. Там тоже реализована функция сдачи декларации. И помимо всего этого, еще сейчас в некоторых банках второго уровня, в их мобильных приложениях, тоже имеется возможность сдать декларацию. То есть, таких сложностей уже нет. Да, ну, я понимаю о том, что действительно, что все-таки в этом плане, да, всем вы, как специалист в налоговой системе, что бы могли посоветовать на данном этапе, мы говорим, индивидуальным предпринимателям, и пэшникам, самозанятым, да, и так далее. В этом, чтобы все-таки немножко как-то, может быть, расслабиться, потому что многие действительно напряглись и представляют вот это всеобщее декларирование с 1 января как нечто очень страшное. Если 2-го, 3-го, там, до 5-го ты не сдал, то вот все встанет, счета заблокируют, все рухнет и так далее. Нет. Какую можно здесь рекомендацию дать? Ну, здесь я бы сказала, конечно, не надо паники, да. У нас есть срок представления декларации, его срок до 15 сентября 2024 года. Ну, то, что в тех, кто вступает в третий этап, значит, в общем декларирование. Но нужно обратить внимание, что до 31 декабря текущего года, 2023, об этом мы не раз говорили, ранее говорили, необходимо подготовить, ну, как бы человек должен подготовить свой баланс. Что он имеет на сегодняшний день, как имя, обладает он активами и обязательствами, да, то есть он должен прокрызывать, что у меня есть за рубежом акции, дебютовка, кредиторка, деньги, деньги на личные счета. То есть, я так понимаю, он должен быть немножко бухгалтером все-таки. Ну, он должен быть немножко бухгалтером, если лимитарно занимается каким-то предпринимательством. Ну, Жан, завершая беседу нашу, вот еще раз вы говорите, вот прозвучала фраза «входящий баланс», да, вот когда входит и так далее. Не возникли ли такое ощущение у многих скептиков о том, что вот сейчас я это начну декларировать, и подсыпется много вопросов о происхождении причины, откуда все это взялось и так далее? Это, смотрите, если мы говорим о банковских счетах, да, то уже и так будет, мы будем получать институты. Нет, а в целом, если мы говорим про активы, дома, квартиры, машины, земли. Нет, конечно, это, наоборот, лучше отразить с декларацией, потому что завтра при налогом контроля, если у вас будут те расходы, которые не покрывают ваши доходы, то могут возникнуть вопросы, откуда у вас появились такие дополнительные доходы, и на которые все можно указать, что были такие-то активы, и они были там проданы, реализованы, такого плана. Поэтому лучше, конечно, указывать все ценные свои активы. Да, дорогие друзья, тем временем хотел бы еще раз всем вам напомнить, это главная тема нашего сегодняшнего обсуждения, что с 1 января 2024 года наступает третий этап всеобщего декларирования, который завершится 1 январем 2025 года. Но сейчас, еще раз говорю, предприниматели, руководители бизнеса, ИП разного масштаба и уровня, конечно, должны об этом позаботиться и предоставить декларацию. Можно дополнить? Да, последнее слово, пожалуйста. Извините, пожалуйста, да. На самом деле, да, третий этап запускается, но это означает, что 250-ю форму будут сдавать новенькие, да, вот те же самые бизнесмены. Те, кто уже сдал 250-ю, в прошлом, в этом году, такой работник возникновения госсекторов, государственные служащие, либо еще проравленные лица, а им нужно будет сдать 270-ю форму до 15 сентября 2024 года. Но, еще раз хочу повториться, не нужно ждать именно 15 сентября. Вы можете представлять декларацию прямо с первых чисел нового года. В конце концов, есть сайт, есть информационные ресурсы Комитета госдоходов, когда можно зайти и все вот эти в виде памятки, всю эту инструкцию получить. А вам, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Асем Амеркенова, налоговый консультант, а также директор департамента Комитета госдоходов Министерства финансов Нуржан Куандыков. Я вас благодарю за эту интересную беседу. Спасибо.